Уважаемые господа, борьба с коронавирусом продолжается, и мы изолированы друг от друга. Поэтому нам приходится заниматься тем, что нам интересно, но до чего руки не доходили. В связи с этим я должен сказать, что на мое выступление по поводу конституции, универсальной для гомо-сапиенсов, пришло много всяких вопросов. И сегодня я хотел бы несколько прояснить в краткой форме второй вопрос конституции, то есть второй пункт, который звучит так. Государство гарантирует гражданам право на размножение или имитацию в автономной среде. Ну то есть понятно, что как раз в соответствии с карантином автономная среда очень нужна. А в ней как раз можно и заниматься этой самой имитацией, а то и прямым размножением. То есть дело в том, что речь идет о очень важном деле. Потому что поскольку у нас все человечество держится на трех вещах – еде, размножении и доминантности, значит, размножение является ключевым фактором. И понимание предложенной мной конституции очень глубокое у граждан. Это заметно по тем событиям, которые происходили перед самым началом карантина. Дело в том, что по отзывам торговцев, магазинов для взрослых, секс-шопов, интерес к их товарам был очень большой. Потому что население понимало, что за неделю они могут устать смотреть телевизор, занудные интернетские комментарии про коронавирус и прочие всякие ужасы. Им захочется что-то получить, какие-то удовольствия. Но самое простое удовольствие всегда с собой. То есть достаточно только полового партнера, и можно предаваться. Но поскольку половые партнеры обычно уже хорошо известны, пришлось запастись всякими экзотическими штучками магазинов для взрослых. Не перестарайтесь, это понятно. А с другой стороны, в общем, ничего плохого в этом нет. Почему? Потому что в мозге, в нашем, область, которая контролирует половые механорецепторы, то есть, которые получают от них сигнал, она очень большая. Она сопоставима по размерам с зрительными областями. В два раза превосходит слуховые, и в три раза превосходит речевые области. То есть это огромная часть мозга, которая долгое время из напряженной работы, занятости, всяких других интересов, оставалась невостребованной. Поэтому вы можете ее немножко потренировать. Это важный момент. Тем более, что специфические половые механорецепторы, они очень хорошо сохраняются. Даже у древних стариков. Поэтому не обходите их вниманием. Они тоже могут что-нибудь такое интересненькое выкинуть. Знаете, как анекдот, когда три мужика встречаются. Один говорит, я люблю молодых, но, понятно, неопытные, нежные. Второй говорит, я люблю опытных, они все знают, все умеют. А от этих говорит, вы оба дураки, потому что я люблю старушек, поскольку они нет-нет до чего-нибудь выкинут. Думают, что последний раз. Вот в связи с этим, увлекаясь вторым пунктом Конституции, будьте осторожны. Просто дело в том, что механорецепторы, которые вы тренируете, вместе с ними происходит обмен жидкостями. Та самая капельная инфекция может проникнуть. Будьте внимательны, как с выбором партнеров, так и с их сменой. Как бы чего ни вышло. То есть это тоже вариант передачи опасной инфекции. К сожалению, конечно, порнографические наши успехи, они не очень велики. Занятость и желание заработать денег так отвлекает людей, что в момент всеобщей эпидемии многие порносайты открыли просветительскую деятельность. Они сделали бесплатный доступ, чтобы те, кто закупился в секс-шопах, взял достаточно много интересных причиндалов, смог их объективно использовать. Поэтому порносайты открыли бесплатный доступ, чтобы все развлекались и тренировали ту самую область мозга, которая занимает огромный участок нашего неокортекса. Поэтому, занимаясь этим делом, вы, собственно говоря, уподобляетесь даже древним римлянам. Недавно же, несколько лет назад, было археологами найдено лавка римская, в которой на веревочках висели разноцветные раскрашенные члены. То есть итальянские женщины были искушенными в этом деле. И я думаю, что они могли дать бы фору многим современным девицам. Почему? Потому что не было интернета, конечно, не было прекрасных пособий и спорно-сайтов. Но, с другой стороны, были прекрасные самостийные инструменты. Поэтому, занимаясь этими прекрасными занятиями, вы, конечно, сохраняете и двигательные области, поскольку иногда это происходит очень затейливым способом. Вы сохраняете, повышаете воскулиризацию кровоснабжения половых центров, как я уже говорил, очень больших. Но иногда, если, так сказать, есть на что посмотреть, и зрительных даже. Ну, а понюхать, то это само собой понятно. Там половые феромоны из-под мышек в паховой области, они делают свое дело. И гипотолямус возбуждается. Это все прекрасно. Но не забывайте, что чрезмерное увлечение этим занятием, оно обкрадывает ассоциативные области. Все-таки, утомившись от этого прекрасного мероприятия, полезно что-нибудь и почитать. Один только послушайте, посмотрите. Попробуйте приобщиться к каким-нибудь книгам полезным, которые требуют долгого, внимательного изучения. Быть может, это как-то поможет, в том числе и в сексуальных утехах. Помните, что те, кто занимается интеллектуальной деятельностью, то есть повышает воскулиризацию ассоциативных областей, ну, во-первых, более затейливо занимаются сексом, как известно, по маркизу де саду, ну, а во-вторых, они дольше сохраняют потенцию. Поэтому сочетайте интеллектуальные занятия с сексуально-романтическими. Это пойдет на пользу. А так, держитесь, потому что наша изоляция, она не продлится вечно. И надо выйти из нее обогащенными новыми знаниями в самых разных областях. На этом до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok